Всем привет! Я Евгений Киселёв, вы на моём YouTube-канале. И, как обычно, по пятницам, за редким исключением, бывают и паузы, но, как правило, каждую пятницу мы встречаемся с Сергеем Жирновым, журналистом, писателем, прошлым сотрудником внешней разведки, который очень часто выступает на разных каналах и на своём канале тоже. С комментариями, связанными с политическими процессами, происходящими сегодня в мире, ну и рассказывает о деятельности спецслужбы. А мы, повторяю, каждую пятницу встречаемся для того, чтобы рассказывать вам разные шпионские истории, при этом не пуская из вида события, которые происходят в стране и мире. И вот вчерашнее интервью Путина про трамповскому, или, скажем, про трампистскому журналисту Такеру Карлсону, на самом деле интервью состоялось с шестого, но опубликовано вчера, точнее, в ночь со вчера на сегодня, даёт нам повод опять рассказать вам кое-что из этих самых шпионских историй. Я имею в виду признание Путина в разговоре с Такером Карлсоном, что он готов был бы обменять людей, которые содержатся в российских тюрьмах, по разного рода обвинениям, в том числе решительно вздорным, вот, например, американского журналиста Ивана Гершковича, на некоего человека, который содержится в тюрьме в одной из союзных США стран. Прозрачный намёк на Вадима Красикова, который был арестован в Берлине за убийство чеченского иммигранта и оппозиционера Зелимхана Хангашвили, был арестован, судим и приговорён к пожизненному заключению. Сергей, привет! Что можете в этой связи сказать? Привет, Евгений, и привет всем нашим зрителям. Да, это очень интересный повод, потому что меня, откровенно говоря, удивляет, как Путин носится с этим Красиковым, и это загадочная история. Потому что, в общем, как киллер он себя показал с очень слабой стороны, потому что его довольно быстро вычислили, то есть он слишком нагло осуществил это убийство, но не предпринял дальше никаких серьёзных шагов для того, чтобы исчезнуть. То есть говорить о его профессиональной подготовленности как суперагента какого-то, какого-то суперубийца здесь не приходится, потому что его очень быстро вычислили. Там была какая-то такая смешная история, потому что он ехал на каком-то велосипеде, говорят, куда-то там с места преступления. Но вся история покрыта мраком, потому что, кроме того, самого убийства было ещё послесловие, потому что такое впечатление создалось, что кто-то в внутренних структурах ФСБ, потому что были разночтения, кто это делал, ГРУ или ФСБ, и вот в данном случае версия основная, которая ходит по интернету, это то, что это делало ФСБ. И сопутствующая история. Под крышей российского посольства работал сотрудник ФСБ молодой, который был сыном какого-то очень воспопоставленного генерала ФСБ. Даже поговаривали, что это был сын беседы, и что якобы он слил всё это дело немецким правоохранительным органам, как-то это дело всплыло, в том числе и в ФСБ, и вроде бы его пришли то ли арестовывать, то ли допрашивать в российском посольстве, и он выпал из окна третьего этажа в российском посольстве. Но поскольку происходило на экстратериальной территории, извините за тавтологию российского дипломатического представительства, то немецкая полиция не могла ничего там расследовать. Тело вывезли в Российскую Федерацию, вскрытие не происходило. Ну, уголовное дело, может быть, даже и не заводилось, то есть сделали вид, что это типа самоубийство или там несчастный случай. Но, в общем, история тёмная, и самое главное, меня удивило вот это упорство Путина заполучить этого человека, потому что это уже не первый раз, когда возникает этот вопрос об обмене. Был обмен, кстати, Путин пытался обменять его в купе с Бутом, вот тогда, когда была история с этой американки-баскетболистки, которую там обменивали. Но в итоге состоялся обмен один на один, такой американский, значит, американская баскетболистка на Виктора Бута, вот, а Красиков остался, значит, в тюрьме, потому что его не захотели отдавать немцы, вот, потому что Путин прозрачно не захотел в этом интервью называть, так сказать, союзную страну, но все её знают, это, значит, Федеративная Республика Германия, вот, и она всё-таки хоть и союзное государство, так сказать, партнёрское государство Соединённых Штатов Америки, но она не подчиняется Соединённым Штатам Америки напрямую, не исполняет приказы Вашингтонского обкома, несмотря на все измышления, значит, российского режима. И юстиция германская отказалась просто его выдавать, сказала, что мы его не хотим ни на кого обменивать, никаких германских граждан нету, поэтому это американский гражданин, почему мы должны отдавать какого-то российского убийцу, который совершил преступление на нашей территории, на какого-то американского, значит, журналиста, даже который важен для американской страны. То есть на самом деле здесь Путин ещё и вбивает к линии между союзниками, между Германией и Соединёнными Штатами Америки. Но вот вся эта история нас подводит к той тематике, которую мы сегодня решили с вами, Евгений Алексеевич, обсудить, а именно борьба органов госбезопасности советских и нынешних российских с эмиграцией вот там, за границей, где, значит, агентура и кадровые сотрудники мучат воду и спасаются в эмиграции люди, которые находятся в оппозиции, которым, кстати, мы принадлежим с вами, мы также находимся за границей, также находимся в оппозиции к этому режиму. Так что, в общем, потенциально мы тоже, так сказать, ну, если пока что не жертвы, то, по крайней мере, цели для этой деятельности. Ну, посмотрите, у нас есть и другие поводы на эту тему поговорить. Ведь так, один из важных поводов – это совсем недавняя история, которую расследовал Беллинкет и выяснил, что несколько лет назад предпринималась попытка российскими спецслужбами, нам не совсем понятно, было ли это ФСБ или, скорее, ГРУ, внедрить в окружение Гарри Каспарова и других руководителей и основателей форму «Свободной России» некоего агента, который выдавал себя за деятельного активиста оппозиции, работавшего в России. Правда, здесь нужно отдать должное, что он там покрутился-покрутился и пропал. В последние годы больше не светился. Как я понимаю, на него уже с самого начала пали определенные подозрения. Во всяком случае, представители Гарри Кимовича говорили о том, что мы знали, мы были предупреждены, что вот этот человек как минимум внушает подозрения, что происхождение его, бэкграунд его не вполне прозрачный. Но есть и другая совершенно детективная история, связанная с группой B2, которая была задержана в Таиланде. И похоже, что все это было спланировано, что российские спецслужбы, возможно, консул российский в Таиланде знал о том, что готовятся гастроли вот этой самой группы B2, которые изначально, участники, которые изначально осудили войну против Украины, которые помогали ВСУ. И, судя по всему, была спланирована многоходовая операция в попытке вывести их на территорию Российской Федерации. И там судить, и сурово наказать. Как вы считаете, такое могло быть? И вообще этот консул мог быть на самом деле еще и представителем какой-то спецслужбы, работающей под дипломатическим прикрытием? Начну с конца. Консул вполне вероятно мог быть представителем спецслужбы, потому что и посольские, и консульские должности используются для прикрытия разведки. Консульские службы, кстати, больше, чем даже посольские, потому что консульство по своей работе занимается помощью в том числе и российским гражданам, которые находятся на территории государства, где находится российское консульство за рубежом, и оказывают им консульские услуги, и также заботу, если у них возникают какие-то проблемы, и поэтому консульские учреждения имеют право связываться с Министерством внутренних дел, со специальными службами. То есть если россиянина, допустим, сажают в тюрьму, то консуль имеет право на посещение такого гражданина, то есть он тогда подает заявку Министерству внутренних дел, Министерству юстиции соответствующей страны. То есть в этом смысле это довольно хорошее прикрытие, причем прикрытие, кстати, больше даже для служб внешней контрразведки, чем разведки. Или консульские службы еще использовались очень широко для нелегальной разведки, но для ее легальной части я поясню, потому что нелегальная разведка очень сильно зависит от легенды, которая создается для нелегала, а для этого нужно иметь документы, а для этого нужно создавать целый банк документов, то есть знать в какой стране, как, чего функционировать, какие паспорта, какие водительские свидетельства, какие документы личности, как это все дело получается, кем получается. И вот консульские работники в этом смысле имеют довольно привилегированное положение, потому что они могут работать с соответствующими представителями Министерства внутренних дел и юстиции и прочих всяких силовых структур на территории страны и получать в том числе и такую информацию. Вот здесь... В том, ведь консульские учреждения ведут легальный прием граждан, и это в конце концов тоже облегчает их контакт с местными, не правда ли? Не просто, значит, они ведут легальный прием граждан. Больше того, граждане, которые находятся на постоянном жительстве в этой стране, но имеют российское гражданство, по идее, вообще должны состоять на консульском учете. То есть, грубо говоря, консульский учет – это такая прописочная организация, вот как МВД внутри страны, то есть точно так же вы должны получать прописку в консульстве, то есть оно должно знать, по какому адресу вы проживаете, и дальше, кстати, оно организует с вами постоянную работу, вызывает на какие-то там мероприятия. Консульское учреждение, кстати, организовывает выборы, когда вот есть выборы Российской Федерации, то на территории посольства все люди, которые имеют российское гражданство, имеют право участвовать в этих выборах, и это вот для российской колонии, для российских, так сказать, граждан, постоянно проживающих в стране, где работает такое консульство, они, значит, консульство является вот такой наблюдательной организацией, ну и вспомогательной организацией, оно по идее так должно заботиться о российских гражданах, но на самом деле мы все понимаем, что оно осуществляет за ними контроль, учет и контроль, и больше похоже на спецслужбу, чем на дружественную организацию какую-то. Вот, но вот в данном случае, я бы сказал так, что на самом деле мне эта версия, мне очень слабо верится в эту версию, мне кажется, что здесь был оппортунизм. Оппортунизм в том смысле, что не потому все это дело состояло, то есть не потому состоялось это, что задумано было каким-то консульством, которое представляло интересы ФСБ, например, там и СВР, или ГРУ за рубежом, а просто консул, который представлял такие интересы, вовремя отреагировал на создавшуюся ситуацию, то есть он просто, грубо говоря, использовал создавшуюся ситуацию, которая создалась помимо него, для того, чтобы ее отработать в интересах Российской Федерации. Вот это больше похоже на это, потому что... Тут есть одно обстоятельство, которое смущает. Дело в том, что... Я не знаю об этом. Нет, ну там просто хочу обратить внимание, что на самом деле было очевидно, что полиция действует сообща, тайландская полиция действует сообща с вот этим самым российским генконсулом, и было ощущение, что они коррумпированы. Ну, это, кстати, не ощущение, а это чаще всего так и бывает, потому что на самом деле консульские работники, поскольку они официально, легально имеют право общаться с такими представителями из полиции, то рано или поздно завязываются просто даже регулярные контакты, часто переходящиеся в приятельские или даже в дружеские отношения. И полицейский считает, что он просто приятель, а российский консул его давным-давно уже завербовал. То есть там есть явно коррупция. То есть по минимуму эта коррупция, это очень просто. Значит, его консульский работник приглашает какого-нибудь полицейского, полицейский чин регулярно на обеды, на ужины, на вечеринки, на концерты, там еще куда-то. Оплачивает ему, может быть, даже какие-то поездки с семьей, делает шашлыки какие-нибудь и так далее. Ну, а потом маленькие подарочки, а потом средние подарочки, а потом большие подарочки. И, в общем, это довольно быстро затягивает людей, тем более, что люди полицейские не всегда получают большие зарплаты за рубежом. Работа, в общем, не самая приятная. И плюс у консульства ведь еще надо понимать, что в любой стране иностранец, дипломат и консул – это еще и престижно. То есть есть еще полицейскому престижно оказаться вот в кулу дипломатов, так сказать, в особых условиях, там, где ходят во фраках, пьют шампанское, красивые машины, богатые люди, виллы там и так далее. Ну, в данном случае здесь все-таки, мне кажется, что больше оппортунизм. И у меня вот, когда вы сказали, что было там подозрение, что все это дело как бы готовилось, у меня другой факт вызывает сомнение, а именно то, что ту фирму, которая организовывала этот тур, она умышленно совершила нарушение, на самом деле документальное. То есть, грубо говоря, она не запрашивала визу на работу, а сделала просто туристическую визу, но группа там давала концерты. То есть, по идее, это было нарушение статуса туриста, потому что если вы приезжаете туристом, то вы не можете выступать в качестве своего профессионального, в своем профессиональном качестве и участвовать в мероприятии, за которые вы получаете деньги, то есть совершать работу. И вот на этом, строго говоря, их и поймали. То есть, их поймали не на том, что они что-то там совершили, такое контр-какое-то антизаконное, а просто потому, что вот они, так сказать, был незаконный труд, да, недекларированный труд. Да, но вот тут есть одно обстоятельство. Как раз люди, которые помогали им выбраться из этой ситуации и разбирались во всей ситуации, утверждают, что на самом деле это, что называется, стандартная процедура, вот это вот стандартное нарушение действующего законодательства, что очень многие артисты российские, которые приезжали в прошлом выступать там, в Таиланде, в этих курортных местах, сознательно шли с помощью организаторов на нарушение действующего порядка, не оформляли, не шли через длинную и сложную процедуру получения визы рабочей, которая разрешала бы им легально выступать, а выступали нелегально, платили штраф и отправлялись на все четыре стороны, что называется, и местные власти на это смотрели сквозь пальцы, и, возможно, тоже получая какой-то мзду с них, какой-то откат помимо этого штрафа. А вот в нынешней, вот в данной ситуации с группой Би-2 как раз подозрительно было то, что их не просто оштрафовали, а их тут же арестовали, и причем полиция появилась мгновенно, что называется, в тот момент, когда заканчивался концерт, то есть еще и было это обставлено как задержание с поличным. И вот это, что называется, выбивалось из привычного порядка и дало почву для подозрений. Да, здесь почвы для подозрений, безусловно, есть, но на самом деле я со своей стороны подтверждаю тот факт, что, в общем, получение деятельной визы на гастроли официальные для того, чтобы получать возможность официально работать, это действительно очень мутурная процедура, и ее обычно никто не делает, делают вам обыкновенную туристическую визу. Вот, кстати, тем же самым пользуются и журналисты, потому что журналист официально, который едет куда-то на расследование, он тоже должен заявлять о том, что он выполняет свою профессиональную деятельность, и тоже должен получать специальную журналистскую визу, но чаще всего это не делается, особенно в тех странах, где, в общем, понятно, что если вы заявите какую-то такую свою цель, то вы просто ее не получите, эту визу. И поэтому единственным способом является въезд по туристической визе и, таким образом, формальное нарушение законодательства. Но, как вы правильно говорите, обычно это заканчивается просто выплачиванием штрафа, все довольны, бюджет получает страны штраф, плюс есть какой-то откат, возможно, полицейскому, и в результате все вполне себе довольны, это такое, в общем, такое узаконенное закрывание глаз на такое легкое нарушение, потому что все прекрасно понимают, что когда вы так работаете, вы же не будете оставаться на жительстве в стране, то есть это разовые гастроли, какие-то концерты сделали, уехали, до свидания. Вот, и плюс, к тому же, экономика получает доходы, потому что вы будете снимать зал, там будут какие-то оплаты, билеты и так далее, там налоги будут все равно платиться в страну. То есть, на самом деле, это все всех устраивает, это плюс добавка к туризму, потому что, безусловно, будут какие-то вопросы выкладываться, и все было бы замечательно. Вы знаете, самое главное подозрение в этой истории у меня, почему я не очень верю в историю заранее спланированной акции специальными службами, потому что у самой группы только у трех участников были российские паспорта. У всех остальных были израильские паспорта или канадские, австралийские паспорта. То есть, было понятно исходно, что если готовили бы специальную операцию, то любой бы юрист из консульского управления МИДа вам бы сказал, что если их будут экстрадировать, то их экстрадируют в ту страну, чей паспорт у них на руках. То есть, грубо говоря, в Израиле или в Австралию, а совсем не в Российскую Федерацию. То есть, секундочку, Сергей Олегович, там все было хуже. Дело в том, что у нескольких из членов группы было двойное гражданство, израильское и российское. Но они почему-то, тут остаются только руками развести относительно их беспечности, почему-то въезжали в Таиланд по российским паспортам. Почему, я не знаю. Это, кстати, тоже объясняется все на самом деле, потому что я вам должен сказать, что в довольно большом количестве стран мира израильский паспорт не является персоной грата в этих странах. И гораздо проще въехать по российскому паспорту, который считается нейтральным, более нейтральным, чем израильский. То есть есть даже некоторые страны, куда просто нельзя даже въезжать по израильскому паспорту, потому что вас просто не пустят, и потом вы поведете в черные списки. И поэтому, в общем, здесь, может быть, и в этом смысле все так сработало. Но, с другой стороны, любой человек, который знает, как работает процедура экстрадиции, прекрасно знает, что вы берете адвоката, там бывает судебное обжалование или судебное сопровождение процедуры экстрадиции, и если у вас есть несколько гражданств, то вы можете суду заявить, в какую страну вы предпочитаете быть экстрадированным. Если у вас есть право быть экстрадированным в эту страну, то есть если у вас есть ее гражданство, то суд, по идее, не имеет права вам в этом отказать, потому что у вас есть выбор, в какую из ваших стран, в какую из стран вашего гражданства вы можете быть экстрадированы. И поэтому здесь юридически, на самом деле, была довольно слабая процедура. И поэтому я сомневаюсь, что это была специально спланированная операция, слишком много закорючек, которые делали эту операцию усложненной. Вот если там один... Вроде бы в Таиланде действует норма правовая, что тебя экстрадируют в ту страну, по паспорту которой ты въехал на территорию страны. Ну, это общая процедура. Самая простая процедура, конечно, когда вы куда-то приезжаете, вам говорят, откуда вы приехали. Вы говорите, из России. Ну, вот все, значит, если приехали из России, то в Россию уезжаете. Вот у вас есть там билет, паспорт и так далее. На самом деле я вам говорю, что если начинается процедура, это все, если вы согласны, и есть никаких проблем, то есть если вы не оспариваете все решения. Как только начинается судебное отваривание, у вас возникает адвокат, и адвокат всегда вас отбодает, если у вас есть другое гражданство. То есть здесь, на самом деле, перспективы большой у Таиланда не выдать этих людей в Израиль или в Австралию у тех, у кого и были такие паспорта, не было. Другое дело, что там было три человека, у которых были только российские паспорта. И вот их, для них были большие проблемы. Ну и дальше включилась огромная машина дипломатическая. И когда, значит, и Израиль, и Соединенные Штаты Америки, и, по-моему, даже та же самая Австралия просто надавили на Таиланд и сказали, что Таиланду очень невыгодно будет, значит, ввязываться в такой дипломатический скандал. Вот. И добились того, что тех россиян, которые были в составе этой группы, их просто включили в общую группу. То есть, грубо говоря, переговоры шли не о каждом человеке отдельности, в отдельности, о группе всей. И всю группу договорились экстрадировать в Израиль. Дальше там были проблемы у самого Израиля, потому что по его законам россияне не могут туда въехать, если только у них нет купленного билета уже там и так далее. Но им быстренько там посуетились. По-моему, там Максим Кац помогал в этом деле. Чуть ли не на свои деньги он купил там билеты этим трем людям, причем за довольно большие деньги, потому что два билета эконом-класса нашлись быстро, а вот третий, там были какие-то проблемы, там сумасшедшие деньги за бизнес-класс платили за первый класс. Но все разрешилось. Но там был не только Максим Кац, там было много разных людей задействовано. Но, смотрите, в любом случае, давайте там предположим, что действительно этот российский консул действовал не по какому-то заранее составленному плану, а реагировал на создавшуюся ситуацию, увидел, что вот попали в беду. Не вполне лояльные по отношению к путинскому режиму музыканты, замеченные, можно сказать, в антигосударственной деятельности в виде поддержки ВСУ и публичных заявлений, осуждающих российскую агрессию против Украины. И вот попытался заработать себе лишнюю звезду на погону, образно говоря, таким образом. Нет, но при этом ходят настойчивые слухи, если это можно назвать слухами. Распространяется, скажем так, информация о том, что о таких вещах, как говорится, в газетах не пишут. Поэтому, ну, есть слухи и слухи. То есть новое подразделение, которое занимается работой, что называется, по российским политэмигрантам, по российским оппозиционерам, которые уехали за границу. Непонятно. Это подразделение в ГРУ находится, это подразделение находится в ФСБ, это подразделение находится в СВР, но утверждает, что такое подразделение создано. Вы в это верите? Да, я в это верю активно. По сути, это подразделение должно быть создано обязательно в структуре ФСБ. Потому что ГРУ и СВР – это все-таки внешняя разведка, военная или общая внешняя разведка. И она, на самом деле, это для нее не является специализацией. А вот ФСБ является для него специализацией, тем более, что по сравнению с временами КГБ, вот вроде бы ФСБ – это такая внутренняя контрразведка и служба безопасности, которая обеспечивает работу на территории Российской Федерации. Но уже давно известно, уже несколько, там, больше двух десятков лет, известно, что в структуре ФСБ создано подразделение внешнее, то есть внешняя контрразведка, как бы, и внешняя безопасность, которая, кстати, обеспечивает в том числе и работу по советским колониям, российским колониям за рубежом. Вот, извините меня, по Фрейду оговорка, советские колонии, да, потому что, в общем, это будет советская практика. И это, кстати, еще одна из структур публичных, которые это дело все обеспечило функционирование – это общество соотечественников, вот так называемые общества соотечественников за рубежом. Это вот практические структуры ФСБ, которые следят за россиянами, которые находятся, распадлись по всему миру. Потому что создалась новая ситуация после распада Советского Союза, которой не было практически при Советском Союзе. При Советском Союзе были немножко россияне, ну, советские граждане, которые уехали на постоянное жительство за рубежом, но их насчитывалось там, ну, может быть, несколько десятков тысяч людей, и там несколько тысяч, или максимум десятков тысяч людей по всему миру. И дальше были просто официальные колонии, которые, в общем, вполне себе их контроль обеспечивало посольство, консульство и так далее. Вот когда Советский Союз развалился, то практически сейчас диаспору русскоязычную за рубежом оценивают порядка 30-40 миллионов людей, которые разбросаны по всему миру. И вот это совершенно новая реальность, которая, кстати, интересует и разведку тоже, потому что в этих 30-40 миллионах теперь можно топить и шпионов. То есть это, вот эта диаспора является прикрытием так называемым новым теперь, новым или нет... 30-40 миллионов, извините, это, наверное, речь идет о выходцах из Советского Союза, о людях, которые говорят по-русски. Это выходцы из Советского Союза, из всех стран, где говорили когда-то на русском языке, и их семьями там и так далее. То есть на самом деле это такая широкая оценка. Но консервативная оценка – это не менее 10 миллионов людей, которые русские, русские по российский паспорт, то есть люди, которые уехали с территории РСФСР и которые являются русскими, или люди, которые уехали с территории союзных республик, но являлись русскими по национальности. То есть это огромная структура. И вот тогда их уже... То есть на самом деле вот то подразделение, о котором вы говорите, оно, я думаю, создано было давно. Может быть, сейчас его усилили каким-то образом или переподчинили. То есть вот, может быть, актуализация какая-то произошла, потому что все-таки идет война. Но на самом деле я ощущаю, что такая работа велась уже давным-давно. И, кстати, в 2002 году у меня был уже... Я писал первую статью на своем интернет-сайте, где говорил о том, что, например, принадлежность офицеров запаса, все те люди, которые числятся в Министерстве обороны как офицеры запаса, они все находятся на крючке, на самом деле, у российских спецслужб, потому что те люди, которые работают за границей, им всегда можно усложнить жизнь, либо усложнив их выезд за рубежом, либо контроль за рубежом, потому что их можно всегда отзывать на какие-то офицерские сборы. И вот это очень большая возможность давления на них. Плюс есть консульское давление, чисто административное, потому что у вас, когда вы выезжаете за рубеж, не меняя гражданство, у вас остаются довольно большие проблемы со всякими административными документами, паспортами, свидетельствами о рождении, с заверением этих документов, с переводом на иностранные языки и с консульским доверением этого перевода и так далее. То есть вы в любом случае очень сильно зависите от консульства. И таким образом, плюс, если официально вы выезжаете на долгосрочное жительство, вы должны вставать официально на консульский учет и, кстати, сниматься таким образом с учета внутри страны в Министерстве внутренних дел. Это, кстати, многие не делают, это большинство людей не делает. На этом можно ловить, на этом можно давить. То есть на самом деле здесь все было сделано для того, чтобы такая служба существовала. Ну и плюс, понятно совершенно, что когда пришел Путин, то есть при Ельцине это была просто такая миграция более-менее официальная или полуофициальная, а при Путине это стало принимать откровенно политическую окраску. То есть стали выезжать люди, которые находятся в оппозиции и путинскому режиму. Путин, политика его была такая, что границы открыты, если вы не согласны, самый простой способ уехать из страны и как бы про вас забудут. Но на самом деле это была обманка, потому что никто о вас не забывал. Просто когда вы уезжали из страны, вы переходили под, так сказать, ведение внешних структур ФСБ, ПГУ и ГРУ, и вас начинала окучивать совсем другая структура. Но о вас никто не забывал. И там всякие общества соотечественников и консульства работали активно. И это я абсолютно четко подтверждаю, потому что это не может быть по-другому. Сергей Олегович, я задам вам следующий вопрос, но прежде хочу попросить наших зрителей, если вам интересен наш разговор, пожалуйста, непременно поставьте лайк этому видео. Не забывайте подписываться на этот канал, и на мой канал, и на канал Сергея Жирнова, пожалуйста, тоже подписывайтесь. Задавайте вопросы, оставляйте комментарии. Все это важно для того, чтобы как можно больше людей смогли это видео посмотреть. Так вот вопрос. Смотрите, вы лично сталкивались с тем, что за вами следят, пытаются вам создать какие-то проблемы, не дай бог организовать на вас покушение? И да, и нет. Проблемы не хотели создавать, потому что у меня ситуация была вот какая. Во-первых, был период, когда я совершенно спокойно ездил туда-обратно и жил довольно продолжительное время за рубежом и в Швейцарии, и во Франции, и никто мной не интересовался внешне. Потому что есть всегда агентура, и эта агентура из Российской Федерации и в эмигрантских кругах, она работает очень активно. И в этом смысле у них достаточно возможностей для того, чтобы вас наблюдать. Когда я уехал в 2001 году в эмиграцию, я еще не знал, что это будет окончательный отъезд в эмиграцию. Я думаю, что пока что это временно. Потом это довольно быстро. В 2002 году я подал заявление на получение политического убежища во Франции, но об этом публично не объявлял. И дальше пошла оперативная игра. Потому что со мной оперативная игра началась уже до моего выезда, до 2001 года. Потому что я, так сказать, затеял судебные тяжбы со службы внешней разведки с 1997 года. Просил у них отдать мне мой диплом для того, чтобы просто раз и навсегда порвать с моим шпионским прошлым. Они мне стали отказываться, отказывать в этом деле. Я подал, начал судебные процедуры. Этим делом заинтересовались журналисты, стали об этом писать. То есть стал возникать такой публичный скандал, который развивался в течение четырех лет. Я там, значит, подавал жалобы в Московский городской суд, Верховный суд, в Конституционную коллегию Верховного суда, в Военную коллегию Верховного суда. То есть обошел все абсолютно судебные инстанции, которые только можно. И в итоге, ну, написал несколько статей по истории спецслужб, которые еще не понравились в СВР. Таким образом возникли еще и дела по разглашению военной тайны, государственной тайны. Значит, меня допрашивали в Лефортово, чуть не посадили за это дело. Но все, так сказать, развивалось до января 2001 года, когда у меня было подозрение, что меня начали просто травить. Я имею в виду не в переносном смысле, а в прямом физическом смысле. То есть у меня есть подозрение на январь-февраль 2001 года, что меня травили тяжелыми металлами. То есть у меня был... Я заболел очень серьезно, практически умирал в течение полутора месяцев. Но потом хитрыми-хитрыми... Хитрой процедурой удалось это дело прекратить и выжить. А дальше я понял, что меня будут сажать внутри Российской Федерации, но меня будут сажать не как оппозиционера, а по какому-нибудь грязному цивильному делу уголовному. Вот как Трепашкину, например, адвоката, который бывший сотрудник КГБ, ему просто подкинули два патрона, а в Российской Федерации патрон является хранением оружия. То есть достаточно хранить у себя патрон, и вас уже могут посадить за незаконное хранение оружия. Его посадили на пять лет. Кому-то подкладывали, я не знаю, детское порно, кому-то еще что-то. То есть на самом деле тут довольно большой выбор. И я заметил после истории с отравлением, из которой я вылез хитрым образом, ну, по-моему, я даже это рассказывал и в нашей даже передаче. Но если не в нашей передаче, то в нескольких моих эфирах, так что люди могут найти это дело. Не буду сейчас занимать наше время. Но самое главное, что в марте месяце 2001 года я за собой увидел наружку. Причем я не специально проверялся, а просто нюх чекистский заставлял меня понимать, что, в общем, что-то там творится вокруг меня, то есть немножко быть более бдительным. И я случайно, в общем, просто увидел наружку, не предпринимая никакого проверочного маршрута, ничего. Когда я это дело увидел, то я, естественно, как профессионал не подал виду, что я ее обнаружил. Значит, я тогда уже сделал проверочный маршрут и убедился, что наружка есть. А если за мной ходит наружка, то, значит, меня готовят уже в какие-то там, я не знаю, к посадке. И я начал готовить свой побег из Российской Федерации. Это была тоже специальная операция с моей стороны, потому что у меня тогда не было загранпаспорта. То есть мне сначала надо было сделать загранпаспорт, затем на него надо было проставить французскую и швейцарскую визы. И чтобы не спугнуть людей, которые ходят за мной, то есть я сначала получил паспорт, и он у меня там полежал несколько, некоторое время, там пару недель. Потом я поставил туда французскую визу и сделал вид, что я собираюсь ехать, а на самом деле отменил. Снова поехал, снова отменил. То есть, грубо говоря, я им просто морочил голову, что, в общем, я никуда не... Я не собираюсь бежать, вот прям срочно, прям выезжать. И то есть нет смысла меня прям вот сегодня хватать, потому что можно это дело растянуть. И вся их процедура может за ней занимать время и совершенно не обязательно меня сразу хватать. Потом я туда поставил швейцарскую визу годовую, вот, и тоже никуда не поехал. То есть на самом деле я их успокоил, вот, и все это дело дошло до начала июня 2001 года, когда, значит, я собрался выезжать в понедельник, и я купил тебе билет с открытой датой в воскресенье, прямо вот накануне вечером в 22 часа, то есть с надеждой на то, что пока дойдут рапорты о том, что я купил, значит, в понедельник еще не будет никакого приказа меня сажать, там, я не знаю, ловить. Вот, и в 6 часов утра или в 7 часов утра я взял такси, причем это я взял не такси официальное, а просто я взял частника первого попавшегося, который, естественно, был наружкой ФСБ, который меня довез до Шереметьево. В Шереметьево я поставил, проставил себе, значит, то место, куда я улетел, и тогда уже было, в общем, поздно. Вот как бы меня, потому что пока все это дело шло по команде, уже, в общем, не хватало времени. Таким образом, мне удалось уехать, но до конца, кстати, я взахнулся спокойно только тогда, когда уже очучился за 100 километров от французской границы, от швейцарской границы, потому что я летел в Женеву, и вполне вероятен был такой вариант, как вот, в отличие, так сказать, от белорусского журналиста, который не понимал, что когда он летит из Греции в Литву над территорией Беларуси, то его самолет могут посадить, его могут просто снять с этого самолета. Вот. Я это отлично понимал. Я понимал, что меня может задать карета скорой помощи и российское представительство в Женеве, прямо в Женеве. Вот. То есть могут и оттуда еще снять, и могут попытаться взять и в момент, когда я пересекаю французскую границу. То есть на самом деле я только вздохнул тогда, когда ощутился там в Гренобле за 200 километров от швейцарской границы. Вот. Ну и то. Тоже не вздохнул, потому что на самом деле началась оперативная игра, потому что я тогда еще не был убежден, что я не вернусь. Вот. У меня был билет на сентябрь, на начало сентября, и я обратил внимание, заметил, что мне начинают звонить какие-то мои старые знакомые, которых давно я не видел и которые стали наводить справки. Вдруг начали звонить какие-то мои французские знакомые, ну, в смысле русского происхождения, которые тоже захотели срочно со мной увидеться, хотя мы долго с ними до этого не видались. Вот. То есть на самом деле шла такая оперативная игра, и во время всего моего периода, включая и сегодняшний, в общем, они надеются, что им удастся выманить меня на территорию Российской Федерации. Вот. Так как это происходило в период 20-х годов с ВЧК ОГПУ, когда, значит, иммигрантов, которые жили во Франции, в Сербии, в Болгарии, в Греции, по всему миру, там, по всей Европе, значит, белые иммигрантов, их выманивали под каким-то предлогом. Точно так же, как в последнее время, вот в советское, в российское время выманили, например, Запорожского, который сбежал в Соединенные Штаты Америки, но ему позвонили, он успокоился, он думал, что все о нем забыли, ему позвонили, сказали, что у его отца проблема, он лежит, значит, умирающий в больнице, срочно ему надо лететь в Российскую Федерацию, и когда Запорожский, бывший сотрудник СВР, прилетел в Москву, его тут же арестовали, посадили в Лефортово, и затем осудили за сотрудничество с американцами. Вот, такая же ситуация была у меня, и, значит, я, поскольку знал историю работы ВЧК, УГПУ, КГБ, и знал, как это делается, я прекрасно понимал, как они меня будут обхаживать, кого они будут ко мне подсылать. собственно говоря, в 20-е годы было такое ощущение, что это составляло чуть ли не главное в работе ВЧК УГПУ, вот все эти синдикаты, престы, когда выманивали Савенкова, когда выманивали Сиднея и Рейли на территорию России, когда создавали такую многоходовую, или, скажем так, многоуровневую легенду о том, будто на территории Советского Союза действуют мощные, разветвленные организации контрреволюционные, антисоветские, и им вот только-только нужно для того, чтобы поднять восстание, чтобы его кто-то возглавил, чтобы Борис Савенков, например, приехал в Россию, его там ждут, не дождутся, да, вот все эти истории же, фильмы об этом снимались, операция Трест, вспомните, операция Синдикат-2, и, насколько я знаю, вот все эти операции были переведены на язык учебников специальных, да, и их изучали в высших учебных заведениях КГБ, так ведь? Да, естественно, то есть вот история органов ВЧК, ОГПУ, НКВД, КГБ, это история, которая начиналась, это все считается яркими страницами успеха, значит, внешней контрразведки и органов госбезопасности, и вообще, я, кстати, написал в свое время статью по истории органов госбезопасности, в которой я утверждаю, что вообще до 43-го года в Российской Федерации, в Советском Союзе практически не было внешней разведки, то есть тот ИНО, ИНО ВЧК, значит, иностранный отдел ЧК и ВЧК, который был созданный, потом ИНО ОГПУ, ГПУ, 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 и даже там первые управления НКВД, которое существовало много-много десятилетий, фактически они работали в основном по иммиграции за рубежом, то есть вот по этим антисоветской иммиграции, по всем тем людям надо отдать чтобы наши зрители понимали, какие объемы примерно, то есть вот мы сказали про нынешнюю диаспору, там не меньше 10 миллионов человек, а возможно даже гораздо больше, вот после гражданской войны уехало два с половиной миллиона россиян из Российской империи, ну, все люди, которые там воевали во время гражданской войны, и либо уехали в процессе гражданской войны, либо уехали тогда, когда уже заканчивалась гражданская война, и последние эпизоды, вот там эвакуации из Крыма, значит, в Болгарию, в Турцию, там и так далее, в близлежащие страны, потом в Сербию, в Югославию, и потом в Западную Европу, то есть на самом деле довольно большое количество людей уехало, но отличие, кстати, того периода от нынешнего, что тогда ведь 10% минимум, то есть примерно 250 тысяч людей себя ощущали офицерами, себя ощущали солдатами, офицерами царской армии, которые, в общем, продолжали какое-то там белое движение, они, в общем, существовали... Да, ведь армия барона Врангеля эвакуировалась из Крыма вопреки распространенной вот советской легенде, что они бежали, бросали вооружение, лошадей и так далее и тому подобное. На самом деле армия барона Врангеля эвакуировалась из Крыма в абсолютно организованном порядке и дальше было вот великое стояние их в Турции. Да-да, заняло, кстати, довольно много времени, но все-таки через несколько лет потихонечку они понимали, что прям вот исторически... Ну и турки, в общем, не очень хотели, чтобы на их территории была такая иностранная военная какая-то сила организованная. На Галлиполийском полуострове они находились, галлиполийские лагеря там, и даже было такое понятие галлиполийцы, ветераны вот этого галлиполийского стояния белой армии. И потом довольно быстро всех их турки выперли больше в Сербию значит и в Югославию. Вот. А дальше уже люди стали расползаться по Западной Европе, но особенно те, у кого были деньги, потому что, грубо говоря, вот те люди, которые стояли в этих лагерях, это люди, у которых просто не было средств для того, чтобы просто физически куда-то уехать. Вот. Те, у кого были деньги, все уехали в Западную Европу, все переоделись в гражданскую одежду и, в общем, начали потихонечку устраиваться значит на территории Западной Европы. Во Франции Франция была одним из очень важных центров, который принимал эмигрантов из Российской империи. Здесь сразу организовались все люди, значит, расстелились, стали участвовать в какой-то социальной жизни, участвовать в офицерских собраниях, стали там, ну, есть церкви какие-то и так далее. То есть, на самом деле, все стали обустраиваться, но все жили на чемоданах, потому что все были уверены, что, на самом деле, довольно быстро они вернутся в Россию и скинут большевиков, у которых они считали нет никакой перспективы временной, то есть, долгосрочной. Вот. И, естественно, ответом на все эти происки и организации эмигрантские были структуры внутри ВЧК и ОГПУ, которые по ним работали, и вот по этому поводу я и говорил, что, в общем, тогда внешней разведкой на самом деле был больше Коминтерн, испокон Коминтерна, который находился в Москве, у которого были, кстати, агентуры по всему миру, потому что коммунисты по всему миру, они, в общем, довольно активны были, и в этом смысле они обладали гораздо большими возможностями, кстати, и для добычи политической информации, и для сбора военной, и даже промышленных секретов каких-то, вот, а вот по эмиграции работало ино, и, в общем, это было больше внешне... Все эти знаменитые дела с похищением генерала Кутепова, генерала Миллера, убийствами некоторых отступников, да, вот, до конца непонятно, был ли убит или все-таки покончил жизнь с самоубийством Федора Раскольников, один из знаменитых советских дипломатов, который отказался возвращаться в Советский Союз и опубликовал открытое письмо к Сталину в свое время, знаменитое, да, было убийство Игнатия Рейса, сотрудника, ино, который тоже перешел на другую сторону, был Вальтер Кривицкий, резидент ГРУ, который был убит при тоже до конца невыясненных обстоятельствах уже в Америке, но, судя по всему, это тоже была специальная операция, ну, список можно продолжать, я не говорю уже о Евгении Коновальце, лидере украинских националистов, который был Павлом Судоплатовым лично ликвидирован, то есть, вот, было ощущение действительно, что это направление было главным в тогдашней работе, ино НКВД, да? Да, и еще надо добавить сюда еще и личных врагов Сталина, потому что сюда можно добавить еще и Троцкого, его сына Седова, который, Льва Седова, который умер от странного перитонита во Франции, ну, Троцкого, которого убили, значит, Меркадер убил ударом ледоруба в Мексике, вот, генерал Врангель, кстати, тоже умер странной смертью, потому что он заболел туберкулезом, но, говорят, там было какое-то там тоже есть, он в Бельгию, кстати, переехал, он в Брюссель переехал, вот, и, значит, там при странных обстоятельствах скончался, вот, вся иммигрантская среда была напичкана агентами НКВД, и в этом смысле, вы знаете, как это не парадоксально, но, в общем, самым правдивым документом об этом является фильм «Корона Российской империи», то есть, вот, достаточно посмотреть, как все это дело там, какой бардак, как там, значит, с одной стороны строили наполеоновские планы о возврате, значит, о реконструкции какой-то, о захвате обратной власти, продавались всем, кому можно было продаваться, естественно, потому что нужны были деньги, вот, и, значит, были там какие-то западные разведки, и, безусловно, сотрудничество с разведками осуществлялось в эмигрантской среде, вот, в общем, бардак был тот еще, вот, и в этой нутной воде в эмигрантской, конечно, плавало довольно много агентуры ГПУ, НКВД, и потом даже КГБ вплоть до наших времен, и ФСБ. Нет, надо, впрочем, сказать еще о том, что были беженцы, точнее, там, невозвращенцы, люди, которые не вернулись, или люди, которые бежали и уцелели. Я думаю, что про Александра Орлова мы с вами поговорим отдельно, потому что это совершенно потрясающая история, судьба Александра Орлова, который был резидентом в Испании, который ушел на запад, прихватив с собой гигантские деньги, находившиеся у него в распоряжении, ну, гигантские по тем временам деньги, и который уцелел и умер своей смертью в Америке спустя много десятилетий, да, но и был случай, например, секретарь Сталина Бажанов, Борис Бажанов, который бежал за границу, за ним специально посылали тоже иношных киллеров, не достали, но и другие подобные истории тоже имели место быть, как говорится. А вот поскольку время наше подходит к концу, если коротко, ваши профессиональные советы противникам Путина, которые живут в эмиграции, что им нужно делать для того, чтобы уберечься, а вот от вот этих вот самых образно говоря, Петровых и Башировых, или там Мишкиных с Чипыгой, которые могут за ними следить и не только следить, а вынашивать самые мрачные планы в отношении них. Как предохраниться? Ну, конечно, риск всегда существует, и гарантии 100% никто дать не может. Ну, это понятно. Ну, так сказать, главное самое, это надо очень внимательно смотреть на свои связи, кто вокруг вас существует, куда вы ходите, кто и чего, и, ну, больше всего бояться людей, которые слишком благосклонно к вам относятся, подозрительно благосклонно к вам относятся, да, потому что вот есть люди, которые просто, ну, так вам хотят угодить просто, ну, до такой степени хотят угодить. И это вот, понимаете, здесь, ну, при этом не надо впадать в паранойю, да, потому что хорошие люди тоже существуют, есть люди, которые к вам просто хорошо относятся, и отделить вот их от той агентуры, которая хочет вам сделать приятное просто для того, чтобы иметь возможность с вами поддерживать очень хорошие связи в любом случае, и в каком-то нужное, в нужное время сделать подлое, подлое дело, вот, это довольно тяжело, на самом деле, вот, ну, и плюс, вот, обычно все-таки, вы знаете, есть некая рутина в деятельности органов госбезопасности, поэтому, если возникает какой-нибудь старый-старый приятель, который, с которым вы никогда не виделись, и которым, там, 10 лет тому назад пропал, или, там, 20 лет тому назад пропал, и тут вдруг он обнаруживает, ваш телефон звонит и говорит, слушай, надо попить кофейку, там, где-нибудь, там, или, там, я не знаю, банку пива раздавить, вот, давно не виделись вообще, просто очень, очень мечтаю вообще с тобой увидеться, то вот такие вещи, конечно, это надо, их немножко напрягают, такие вещи, с одной стороны, с другой стороны, когда чрезмерно активные, какие-то новые связи у вас появляются, вот, ну, особенно из русскоязычной среды, вот, потому что, я, например, практически не общаюсь с русскоязычной средой во Франции, вот, потому что я знаю, что вся иммигрантская среда, она, на самом деле, вся пронизана агентурой, точно так же, как она была пронизана агентурой во времена ВСК и ОГПУ, и НКВД, вот, то есть, очень много людей, причем, они, в этом смысле, поднабили себе руку, то есть, теперь могут приезжать из России люди с безупречными биографиями, в том числе, и даже с биографиями каких-то оппозиционных людей, которые даже немножко там отсидели, потому что это довольно легко делается, человека сажают на 5 суток, на 15 суток, делают громкое дело, и потом вы, когда гуглите этого человека, действительно, там преследовался где-то, вот, а на самом деле он является, в общем, агентом ФСБ, или агентом ГРУ, или агентом СВР, то есть, на самом деле, в общем, здесь надо, конечно, держать всегда ухо в остро, вот, а дальше, дальше вы можете просто прогуглить меры безопасности для обеспечения иммигранта, и, в общем, есть достаточно много, теперь, литературы в интернете, почитать это немножко более, более предметно, вот, есть, кстати, на эту тему публикации, вот, у Андрея Солдатова, на агентуре РУ, есть публикации, даже в иммигрантской среде, вот, я видел ролики, которые делал Яшин, как определить агента, значит, в оппозиционной организации, как определить, кто к вам внедрен, управлением Э или там управлением М или еще какой-нибудь структурой ФСБ, то есть, на самом деле, довольно много материалов всяких, и мы, конечно, в нашей передаче, там, за несколько минут не сможем рассказать все, все, но, как я понял, главное, чего следует, если не опасаться, то придавать особое значение, особое внимание уделять тому, не появились ли в вашем окружении какие-то вот назойливые, непрошенные гости, да, или друзья, которые о вас вспомнили спустя много-много лет, или какие-то люди из российской диаспоры, которые отчаянно хотят с вами дружить и завязать близкие отношения, так? Это раз, и которые чрезмерно хотят вам делать какую-то услугу, причем неоправданную услугу, потому что, в общем, если вы человека не очень хорошо знаете, а он вам предлагает какие-то деньги, предлагает какие-то там вообще вежливые, он постоянно приглашает вас на какие-то рестораны и так далее, то это немножко должно напрягать. И плюс надо очень сильно, последняя вещь, очень сильно не доверять всей той информации, которая на вас идет через родственников, оставшихся в заложниках в Российской Федерации, да, потому что вы же сами понимаете, что если вам звонят и говорят, что у вашей мамы, папы, дедушки, бабушки, там плохо им, и они там умирают, и вы должны срочно возвращаться в Россию, то это, может быть, чаще всего это заподнято. Ну что ж, надеюсь, что те, кто нас смотрят из числа русских эмигрантов, намотают это все на ус. Спасибо большое, Сергей, за ваше участие в очередном нашем совместном выступлении. Я напомню, мы каждую пятницу с Сергеем Жирновым встречаемся в эфире моего канала и рассказываем вам, дорогие друзья, шпионские истории. Если вам они нравятся, ставьте лайки, не забывайте подписываться, задавайте вопросы, оставляйте комментарии, и всего вам доброго. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!